Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим, куда инвестировать в непростые времена. Сегодня хотелось бы поддержать некую новостную повестку, связанную с тем, что Центральный банк планирует, что инфляция может разогнаться и в сентябре месяце может произойти увеличение процентной ставки. Соответственно, возникает вопрос, как к этому подготовиться. Давайте непосредственно об этом поговорим. Какие действия нужно предпринять от возможного повышения процентной ставки Центральным банком? Центральный банк заявляет о том, что у нас сейчас начинают расти инфляционные риски. И неоднократно на канале мы уже рассматривали, что влияет на инфляцию в России. Хорошо, качественно, долгосрочно влияет на инфляцию растущая экономика, растущие располагаемые доходы. То есть, когда у людей просто зарплата становится больше, они хотят, соответственно, больше тратить, а экономика не справляется с растущим спросом, и цены на товары начинают расти. То есть, классическая история, которая присутствует в экономике, когда инфляция вызвана активным ростом доходов населения, вызвана ростом кредитования, доступностью кредитов и все, что с этим связано. То есть, у людей растет потребительская активность. Да, они верят в завтрашний день, у них все хорошо, у них все спокойно, у них уже не один год растут доходы. И то, что мы наблюдали в нулевых годах, когда была высокая инфляция, она была именно обусловлена такими показателями. Цены на сырьевые товары непосредственно росли. Через нефтяную ренту доходы бюджета увеличивались, увеличивались пенсии, увеличивались зарплаты бюджетников, увеличивались доходы компаний, работающих в секторе, сырьевом секторе. Соответственно, через это в экономику России поступали денежные средства, люди потребляли, они, соответственно, больше тратили на продукты питания, они больше тратили на развлечения, они больше тратили на машины, на путешествия, и наблюдался некий такой рост. С 2014 года реальные располагаемые доходы населения не растут. И, соответственно, говорить о том, что если посмотреть вперед и посмотреть на заявление ЦБ, когда он говорит, что у нас инфляционные риски увеличились, то мы сначала берем вот этот вот блок. Происходит ли увеличение экономики России? Происходит ли рост доходов населения России? То есть, роста экономики как такового нет. То есть, экономика, наоборот, сжимается под воздействием санкций. А что происходит с доходами? С доходами происходит очень интересная ситуация. По идее, доходы, опять-таки, должны расти, например, от экспорта. От экспорта они растут? Нет. Все, что происходит за счет роста экспорта, себе забирает это государство. Объявляют дополнительные налоги, повышают НДПИ. Сами компании изъявляют волеизъявления для того, чтобы дополнительно заплатить налоги за счет валютной переоценки. То есть, получается, здесь особого роста не наблюдается. Но наблюдается очень интересная картина, когда люди из регионов, которые подлежали мобилизации, то есть, у нас порядка 300 тысяч человек, а дели погоны, они получают заработную плату. И причем заработную плату неплохую. То есть, если в регионе зарплата у молодого человека была в районе 20-30 тысяч рублей, то сейчас он по контракту получает 200. И получается, что деньги как бы увеличились. Но откуда эти деньги берутся? Эти деньги берутся не из налогов. Эти деньги берутся не из доходов государства. То есть, государство начинает подпечатывать деньги. То есть, у нас увеличивается денежная масса, которая идет, а сопоставимого роста экономики нет. То есть, у нас получается, печатают деньги для того, чтобы заплатить. И у нас получается, у людей вроде бы формально появляются деньги. Первая причина того, что выросли инфляционные ожидания, потому что государство много тратит. Но оно много тратит не за счет того, что оно стало больше зарабатывать. Оно стало больше брать налогов у бизнеса непосредственно. И второе, бизнесу, в принципе, это как бы и не особо болезненно. Почему бизнесу это не особо болезненно? Я говорю про экспортно-ориентированные компании. Потому что большую часть потоков переориентировали в Азию. Раз. То есть, мы не стали значительно меньше продавать производимых на территории России сырьевых товаров. Но, с другой стороны, у нас плавно девальвируется рубль. Соответственно, количество рублей, которые мы получают, компании получают в форме выручки, налогов, которые платят. И за выросшие выручки, за счет валютной переоценки, соответственно, количество поступления налогов в бюджет тоже увеличилось. И поэтому идет девальвация рубля, которая составила там с начала года порядка 18-20%. И получается, при том, что если ты экспортер и продаешь столько же, сколько продавал в прошлом году, рублей ты получаешь стал на 20% больше. И вот эта вот причина, с одной стороны, девальвация рубля за счет геополитических рисков и необходимости пополнять бюджет. С другой стороны, за счет высоких государственных трат на проведение специальной военной операции, то есть это я сейчас не только про зарплату говорю, там же и гособоронзаказ есть, да, то есть где закупаются материалы, где закупается продукция, где военные заводы работают по три смены. То есть все это в любом случае, хотим мы или не хотим, начинает попадать в экономику. И таким образом, что у нас получается? У нас получается, что скорость обращения денег постепенно может начать увеличиваться, количество денежной массы увеличивается, рубль девальвируется. И это все в совокупности начинает приводить к тому, что центральный банк начинает говорить о том, что мы видим угрозу разгона некого такого инфляционного сценария, потому что эти денежные средства, они попадут в экономику и будут тратиться. Что делать в такой ситуации? То есть что делать простым гражданам в такой ситуации? То есть первое, самое простое решение, которое может быть, это купить государственные облигации, доходность которых зависит от инфляции. Это линкеры и флуаторы. Разница между ними заключается в том, что в одном случае растет номинал облигации, купон фиксированным, но он растет номинал облигации на уровень инфляции. Во втором случае растет купон, который привязан к официальной цифре инфляции. Таким образом, получается, что вы защищаете деньги от уровня официальной инфляции. Вот сколько Росстат посчитает, какая была инфляция, это отразится, соответственно, на денежном рынке, на флуаторах, на линкерах. В первом случае на номинале облигации, размере долга, в другой на купонном доходе, который будет привязан к инфляции. Это хорошая история. И в этом случае, наверное, имеет смысл, если у вас нет таких инструментов в портфеле, но есть какие-то инструменты с фиксированным доходом, банковские депозиты, облигации с фиксированным купоном, посмотреть для себя, ребалансировку, то есть добавить в портфель порядка 30, может быть, до 50% облигаций, доходность которых привязана к инфляции. Если мы говорим про консервативные инструменты. Вторая история. Нужно понимать, что государство прекрасно понимает, что душить полностью экспортеров невозможно. То есть им нужно что-то оставлять для развития, для реализации инвестиционных проектов. И поэтому мы вполне можем жить в условиях, когда рубль и дальше будет девальвироваться. И в этом случае получается, что нужно иметь какие-то долларовые инструменты. Опять же, что это могут быть? Это могут быть замещающие облигации. Это могут быть, соответственно, золото. То есть золотые фонды, допустим, от ВИМ инвестиций. Хорошая история. Вообще, в принципе, фундаментально. Потому что в условиях, если начнется рецессия в Соединенных Штатах Америки, будут снижать процентную ставку, снова запустят программу выкупа актива, снова дадут ликвидность, золото пойдет вверх. То есть имеет смысл именно или оставаться в золоте, или добавить золото, если его еще нет, если у вас инструменты привязаны к какому-то фиксированному доходу. Хорошей историей может и быть покупка акций компаний-экспортеров. То, про что я говорил. Для меня, опять-таки, фаворитом является сфугод нефтегаз привилегированный. Хорошо смотрится, например, в текущий момент акция Росагра. Потому что у акции компании Росагра у нее был ужасный отчет. То есть из-за валютной переоценки в 2022 году, что рубль был крепкий, компания просто ужасный отчет представила. Плюс компания не торговалась, не перешла в дружественную юрисдикцию. Сейчас, когда курс доллара уже вырисовывается в районе 80 рублей, средний курс у компании очень резко могут измениться финансовые показатели. И это будет переоценено, это будет заложено в акции компании Росагра. И, соответственно, они могут показать хорошую динамику. Мы можем увидеть Росагра по 1200-1300 рублей за акцию. И получить на этом определенную доходность. Можно посмотреть металлургов тех же самых. То есть потребность в металлургической продукции достаточно высока. И ВПК применяют, как черные, так и цветные металлы. Экспорт, соответственно, налаживаются, логистические цепочки их по-прежнему поставляют. Могут вернуться к вопросу выплат дивидендов по итогам 2023 года. И здесь, соответственно, динамика может тоже достаточно существенно измениться. Но, опять-таки, доля консервативных инструментов с большой осторожностью. Я про акции говорю. Акции с большой осторожностью. То есть акции там не более 40, может быть, 50% портфеля иметь. Я бы так, на самом деле, отреагировал на возможные риски разгона инфляции. То есть, во-первых, я бы, если смотрел на инструменты с фиксированным доходом, это облигации, доходность которых плавающая, привязанная к инфляции. Будет расти, разгоняться инфляция, вопросов нет. Вы будете более высокий купон просто получать. Золото, опять-таки, я объяснил. Да, валютная переоценка. То есть вы в рублях заработаете за счет валютной переоценки и роста цены самого золота. И если мы говорим об акциях компаний-экспортеров, особенно по которым сильно ударил 22-й год, по кому, опять-таки, наиболее сильно ударил 22-й год? Ударил по металлургам, потому что металлургов очень серьезно обложили налогами. Они отказались от выплаты дивидендов. И, соответственно, это было заложено в цену. Сейчас постепенно может начать восстанавливаться. Опять-таки, сельхозпроизводители, которые занимаются в том числе экспортными поставками, их можно включать в инвестиционный портфель, плюс еще бы я здесь посмотрел на акции компаний инфраструктурных, да, то есть транспортных компаний. Это компания НМТП, это компания Феско, которые тоже могут быть бенефициарами текущей ситуации. Вот, соответственно, что я хотел сказать. Вообще, у нас планируется 8-9 июля большой съезд инвесторов. В нем живую принять участие уже невозможно, потому что у нас распроданы все билеты, но еще можно принять участие в онлайн-режиме. Соответственно, мы как раз-таки на первом дне будем говорить, что происходит с мировой экономикой, что происходит с российской экономикой, каким образом структурировать свой портфель, какие активы можно добавлять в свой инвестиционный портфель. Ссылка для участия в съезде будет, подайте в видео, опубликовано, проходите, принимайте участие. Второй день съезда будет посвящен тому, каким образом можно увеличить свой капитал в настоящий момент, каким образом создавать партнерство, каким образом создавать бизнесы, каким образом коммуницировать с руководителями бизнеса, да, для того, чтобы увеличивался активный доход. Третья тема второго дня, это связано с наследием, это связано с нашими детьми, почему они нам кажутся балбесами, почему нам кажется, что все, что нам интересно, им неинтересно, почему они занимаются ерундой и как их непосредственно приобщить к инвестициям, для того, чтобы они достаточно с ранних лет уже начинали создавать себе капитал. Вот такой вот у нас будет съезд, очень ценный, крутой, на втором дне выступит мой личный наставник, я его пригласил, поэтому я тоже вас также приглашаю принять онлайн участие в данном съезде. На этом у меня сегодня все, на связи был Максим Петров, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok